Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Добрый вечер, уважаемые телезрители! Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире передача «Добрый вечер, Гомель» в студии Александр Гамоля и Светлана Князева. Саш, скажи, с чем у тебя ассоциируется осень? Ну, осень – это ж пора вдохновления художников, поэтов, это яркие краски, это день рождения нашего города, день знаний, конечно, день рождения моей доченьки. Полностью с тобой согласна, даже в части рождения детей, потому что мои дети тоже родились осенью. А еще осень – это время ярмарок. 26 сентября в Гомеле стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок. Рынок всегда манил покупателей ароматами свежей зелени, овощей, фруктов. С наступлением осени запахи становятся слаще, краски ярче, ну а цены на дары этой золотой поры года ниже. Сегодня в первом блоке нашей передачи мы предлагаем поговорить о самых массовых местах торговли в Гомеле – сельскохозяйственных ярмарках. И у нас в гостях сегодня начальник управления торговли и услуг Гомельского горсполкома Светлана Короткевич и начальник отдела торговли Ксу Брилева Елена Пусева. Здравствуйте, Светлана Ивановна, Елена Харитоновна. Здравствуйте. Добрый вечер. Светлана Ивановна, мы сегодня уже не представляем осень в нашем городе без ярмарок, когда вот с наступлением выходных, не побоюсь этого слова, люди как на праздник идут на ярмарку. Кто с сумкой, кто с тележкой, кто пешком, кто на транспорте, все устремляются туда с одной лишь целью, чтобы запастись всем необходимым. Скажите, а когда вообще зародилась традиция проведения в Гомеле сельскохозяйственных ярмарок? Наверное, традиционно это можно отнести и к прошлому столетию, и к позапрошлому, потому что в осенний период и не только на территории Республики Беларусь, но и в России, в Украине проходят традиционные осенние ярмарки. Если говорить про те ярмарки, которые проходят на территорию города, то можно смело говорить, что такая традиция зародилась еще в 90-е годы прошлого века. Люди давно поняли, что это удобно, поэтому с тех пор и проводится. Скажите, а какие производители и что предлагают на ярмарках? У нас достаточно широкий круг респондентов, которые участвуют в ярмарочных мероприятиях. Как правило, это наши производители Гомельской области и города Гомеля, мясоперерабатывающие промышленности, такие предприятия, как Гомельский мясокомбинат, Желобинский мясокомбинат и Калинковичи. Также перерабатывающая промышленность представлена широким кругом наших молочных заводов, которые на территорию города выпускают свою вкусную и полюбившуюся нашим покупателям продукцию. И так как наши ярмарки проходят осенью, соответственно, максимально продается продукция сельского хозяйства в части плодовочной. Это широкий круг участников, в том числе фермерские хозяйства. Наши излюбленные непосредственно производители Гомельского региона – совхозкомбинат СОЖ, Брелева, Восток, Тепличная. А много у нас в Гомельской области фермерских хозяйств, которые в частном порядке занимаются выращиванием? Заявилось на сегодняшний день более 40 фермерских хозяйств. Поэтому я думаю, что их еще больше, но те, которые заявились нам непосредственно в город Гомель, их порядка 40. Ну, чем они в основном? Плод овощной продукции? Плод овощной продукции в основном это картофель, свекла, морковь, капуста. Достаточно много. Востребованы все они имеют реализацию своего товара? Да, достаточно хорошо реализуется продукция. И как показывает наш мониторинг, который проводится непосредственно на всех площадках города Гомеля, и в выходные, и в будние дни продукция покупается достаточно хорошо. И многие фермеры говорят о том, что распродаются полностью в тех объемах, которые привозят в выходные дни. Кроме того, на площадках широко представлена продукция рыбоводческих хозяйств. Это и Красная Зорька, и Рыбхоз Белая, и Тремля. Поэтому широко продаются данные товары. Светлана Ивановна, вот моя коллега говорила о том, что ярмарки – это удобно, но это, наверное, еще и выгодно, не так ли? Да, я думаю, что это выгодно не только нашим покупателям, но и непосредственно всем участникам ярмарок. Необходимо отметить, что в период проведения ярмарок, а их на сегодняшний день сельскохозяйственных на территории города состоялось 30, отмечается достаточно высокий товарооборот, это порядка 7 миллиардов. Поэтому я думаю, что и сельхозпроизводителям, которые участвуют, и предприятиям торговли, и фермерским хозяйством, данное мероприятие интересное и с финансовой точки зрения. Да, я могу поддержать, как покупатель тоже. Учитывая, что нет арендной платы на этих ярмарках, это удобно и покупателям, и потребителям, и продавцам, потому что и ниже, соответственно, цена. Наверное, самая большая проблема – это унести с собой домой то, что купил. Потому что покупается много, на запас. Но есть же, наверное, для определенных, во всяком случае, категорий точно бесплатная доставка, да? Это тоже, во всяком случае, предусмотрено. Правильно, есть и предусмотрено на период выходного дня проведения ярмарок и заказ такси, постоянно которое дежурит непосредственно в районе проведения сельхоз-ярмарок. И, соответственно, доставка бесплатна для определенной категории социальной. Наши корреспонденты вышли на улицы города Гомеля и поинтересовались у горожан, посещают ли они ярмарки. Смотрим. Я думаю, что выставки, наверное, нужны, но я не хожу, потому что у меня дача. Поэтому я все сельхозпродукты, которые, получается, вырастут, раще просто самого. Здесь дешевле, ассортимент хороший, можно выбрать. Нет, ну и на ярмарку, конечно, хожу, и в магазин, и те, что подешевле, там и берем. Мы не ходим, потому что у нас своя дача, поэтому мы не покупаем, не тратим на это деньги. Все свое выращиваем сами. Дешевле, не нужно бегать, все на одном месте. Все продукты, картофель, ворковка и не только. Не знаю, мне на ярмарке нравится. Почему? Как почему? Дешево, вкусно, много разнообразия. Безусловно, я хожу на сельскохозяйственные ярмарки. Очень нужны они, очень полезны. Но, к сожалению, в этом году немножко высокие цены. У меня мама заядла огородник, у меня очень много дома всяких домашних, помидорчиков, огурчиков. А если у людей нет возможности их купить, в смысле вырастить, то вот великолепная возможность купить. Может, они не нужны, но мы там никогда не покупали ничего. Не, покупали один раз. Но когда были неопытные. Мы оптом не покупаем, скажем так, да. Мы ходим в магазины, по чуть-чуть взяли, и как бы нам хватает. А, конечно, наверное, пенсионерам с нашими-то ценами. А почему вы тут покупаете? А где еще? В магазине покупаю. И на ярмарке тоже. Ну, мне же нету, говорят, в деревнях, да, сейчас привезти. Дачи нету. Надо покупать. Здесь же это нужно. На ярмарках лучше, потому что здесь дешевле, во-первых. Выбор побольше. Поэтому я считаю, что ярмарки нужны. И товар, мне кажется, более качественный. Здесь предприниматели торгуют и предлагают большой выбор разнообразных товаров. Поэтому я считаю, что нужны и обязательно нужны. Я редко пользуюсь. Ну, картошку иногда покупаю. Или морковку, там, яблоки. Если не по сходу. Сушка тут всегда дешевая. По 11 тысяч, так я брал в те годы. Ну что, Стан Иванович, как говорит народ, нужное дело вы организовываете в управлении. Все-таки народные голосования за сельскохозяйственные ярмарки. Елена Хритоновна, какой урожай в этом году удалось вашему предприятию собрать? И какой продукции вы представлены на ярмарках? Несмотря на все сложности этого года, сухая, аномальная жара, отсутствие дождей, пришлось приложить все силы коллективу для того, чтобы получить урожай. Урожай получили мы достойно. Более 10 тысяч тонн овощей и картофеля. Это в ассортименте капуста, морковь, свекла, лук и яблоки еще в том числе. Часть этой продукции у нас уже реализована. И, ну, часть заложена у нас, имеются хранилища на зимний период для бесперебойной торговли. Все это у нас там заложено. Торговля – это как и для стаб-фонда, так и для нашей розничной сети. Большая часть продукции на ярмарке поступает? Большая. В этом году как бы каждый год неплохо мы продаем эту продукцию, но в этом году более активно. Нам и нравится туда ездить. И что хочется сказать, что все, что мы возим, все продается. Какое количество площадок вы производите? У нас, как организовано в будние дни, мы ездим и в будние дни, и в выходные, не только в Гомеле. Мы и в район ездим туда. Ближе к народу. Ближе к народу, да. И у нас не только овощная продукция. У нас же есть и консервный завод. Вот, кстати. Да, 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 конечно. Это, слабо-то, ваша спаржевая фасоль. Да, спаржевая фасоль. Все большую популярность набирает этот вид продукции. Он в основном у нас идет как монопродукт, но у нас еще большое количество смесей. Смеси есть как весовые, так и есть, расфасованные по 400 грамм. И консервное производство наше. Нашу консервную продукцию можно назвать экологически чистой, потому что из всех консервантов, которые мы применяем, это соль, сахар и в маринадах лимонная кислота. Больше там нет ничего. И никаких там абстабилизаторов. Никаких не е, не е, ничего там нет. А где такое еще в наше время надежь, когда везде е прописано? Да, поэтому соки у нас только натуральные. Мы востребованы. Продукцию эту марку знают, покупают. Я думаю, что любят, безусловно. Вот клика вот людей слышали. Люди очень довольны. И хорошо, что еще есть такая возможность не только на ярмарках вашу продукцию купить, а есть магазинчики у вас специальные. Расскажите о сети. Да, в городе Гомеле у нас есть три торговые точки. На центральном рынке есть павильон, на Давыдовском. И на улице Ефрема у нас есть наш магазин. Также наша продукция есть не только в наших магазинах, но и во всей розничной сети. У нас обширный круг покупателей, которые с нами работают и берут нашу продукцию. И я думаю, все, кто попробовал наш горошек хотя бы один раз, уже другого не захочут. Больше ему не изменяет. Другого уже не захочет. Молодцы, конечно. Вы так ударными темпами всегда, я знаю, трудитесь, и есть результаты. Люди довольны. Да, да, выезжаем много, торгуем много. И вы знаете, очень радостно работать и продавцам, и всем, когда продукция покупается. Тогда они чувствуются этой усталости. Ну, когда есть результаты. Светлана Ивановна, вот скажите, цены по сравнению с магазинами и на ярмарках, они разнятся? Или все-таки они ниже, чем в магазинах? Мы даже по опросу слышали, что население отмечает, что цены, если незначительно, то отличаются от магазинных. И необходимо отметить, что и сельхозпроизводители, и перерабатывающие отрасли, и даже предприятия торговли, для того, чтобы максимально реализовать свою продукцию, вывезенную на ярмарки, применяют минимальные торговые надбавки, и, соответственно, наши ярмарки пользуются спросом. Соответственно, можно говорить о том, что цены на товары достаточно ниже. Светлана Ивановна, на саммите вы посещаете ярмарки? Ну, конечно, во-первых, и в силу своей профессиональной обязанности, но и как потребитель я тоже приобретаю товары на наших ярмарках, потому что необходимо оценить и качество обслуживания потребителя, и, соответственно, увидеть спрос и предложения, которые на этих ярмарках существуют. Светлана Ивановна, скажите, пожалуйста, вот чем планируете в ближайшее время удивить наших покупателей, горожан? Какими ярмарками? Ну, в ближайшее время, 17 октября, мы планируем широкомасштабную ярмарку на площади Восстания с перекрытием части проспекта Победы, и основным организатором данного мероприятия будет отдел образования Гомельского обл. полкома. Как показывают прошлые года, на этой ярмарке самые дешевые овощи и фрукты. Поэтому мы приглашаем всех посетить данное мероприятие, и я думаю, что получим только положительные отзывы. Кроме того, хотелось бы отметить, что 24 октября на площади Ленина пройдет ярмарка Гомельского областного союза потребительских обществ. В данном мероприятии примут порядка 20 субъектов из всего Гомельского региона. 31 октября на площади Ленина также пройдет широкомасштабная ярмарка. Участие в ней примут все перерабатывающие мясомолочные производители Гомельской области, а также комитет по сельскому хозяйству. И уже круг участников будет определен не менее 80 субъектами хозяйствования. Однако необходимо отметить, что для того, чтобы максимально удовлетворить спрос потребителя, мы проводим ярмарки и в ноябре, но не на основных центральных площадках и не в выходные дни. Определено 14 ярмарок, 14 площадок для проведения постоянно действующих ярмарок. Если будут позволять погодные условия, они пройдут до 1 декабря. Слава Ивановна, Елена Харитоновна, спасибо большое, что пришли. Всего вам самого доброго. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как раз о болезнях грязных рук и о том, как следить за их гигиеной, рассказывает врач-валиолог Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии Елена Короткевич. У нас есть ее видеокомментарий. Так называемые болезни грязных рук – это заболевания, которые вызываются болезненными микроорганизмами, которые передаются непосредственно человекам. С наших загрязненных рук попадают эти бактерии в пищу, продукты, в том числе ягоды и фрукты, которые мы термически не обрабатываем. Также могут попадаться на различные предметы домашнего обихода, на детские вещи, и в том числе и детские игрушки. И попадая в организм человека, способны вызывать такие страшные заболевания, как холеру, дизентерию, гепатит А, различные гельминтозы, ну и в целом различные острые респираторные и кишечные заболевания. Особенно опасно, если эти микроорганизмы с наших грязных рук попадают в организм ребенка, потому что, по данным ООН ЕНИСЕФ, ежегодно в мире от различных заболеваний, острых респираторных и острых кишечных заболеваний, более 3,5 миллионов детей гибнет в возрасте до 5 лет. Способы, как я уже сказала, принятым мнением могут быть разные, поэтому все мы знаем, но еще раз обращу ваше внимание, обязательно нужно мыть руки после посещения туалета, перед приготовлением еды и непосредственно перед приемом пищи, также после контакта с сырым мясом и рыбой. И обязательно после посещения общественных мест и общественного транспорта. Ну а также, если вы долго руки не мыли, они уже у вас достаточно грязные. А теперь самое главное, каким образом мы это делаем. Значит, руки нужно мыть обязательно с мыла в течение 10-15 секунд, и потом в течение такого же времени ополаскивать их под струей проточной воды. Далее обязательно вытирайте руки насухо и по возможности делайте это с помощью одноразового полотенца бумажного. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Здравствуйте, это программа «Добрый вечер, Гомель» и мы продолжаем. На прошлой неделе в Стокгольме назвали имя лауреата Нобелевской премии в области литературы. Им стала белорусский писатель Светлана Алексеевич. Она является первым белорусским автором, удостойным такой высокой международной награды. Это событие произвело настоящий фурор не только в Беларуси, но и в России, поскольку на протяжении последних 28 лет Нобелевскую премию не получали русскоязычные писатели. Как раз о литературе, а также о том, посещает ли современный читатель сегодня библиотеки, мы поговорим с нашей гостьей. В студии директора Гомельской областной универсальной библиотеки имени Ленина Марина Рафеева. Марина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Светлана. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Марина Сергеевна, как вы можете прокомментировать вручение Нобелевской премии нашей соотечественнице белорусске Светлане Алексеевич? Вы знаете, я хочу поздравить всех нас, всех белорусов, потому что, безусловно, в первую очередь, всех нас, наверное, переполняет чувство гордости за нашу страну. Это так. И чувство гордости, наверное, за нашу Гомельщину. Потому что Светлана Алексеевич имеет непосредственное отношение и к нашей области. Она окончила Копоткевичскую среднюю школу в Петриковском районе. Она работала учителем немецкого языка в школах Мозырского района и работала корреспондентом Припятской правды. Ну, конечно, да, творчество Светлана Алексеевич тесно связано с Гомельщиной. Знаю, что очень много интервью было и получено как раз таки у нас в нашей области. Как можете еще прокомментировать вот то достояние, которое получили белорусы с такой наградой? Вы знаете, то, о чем пишет Светлана Алексеевич, наверное, трудно повторить, потому что в ее произведениях правда. Действительно, настолько явная вот эта правда, что как будто бы ты в этих событиях окунаешься. Почему ее называют такой очень правдолюбивой, да, писательницей? Да, и вот эта правда, это коллективная память, можно даже так сказать. Она позволяет нам помнить и не забывать и об ужасах войны, и об ужасах чернобыльской трагедии, чтобы больше такого в мире, наверное, не повторилось. Да, конечно, очень значимое событие. Скажите, Марина Сергеевна, вот во времена, вот сегодня, когда очень популярен интернет, какова, не потерялась ли роль библиотеки? Библиотека сегодня нашла свою нишу в среде досуга наших горожан и жителей нашей области, потому что библиотека – это не просто информационный центр, в котором выдают книги и в котором получают какую-то информацию. Это теперь социокультурное учреждение, в котором и проходят различные выставки, концерты, спектакли. Вот в нашей библиотеке есть любительский театр «Грачи», который существует уже 16 лет и который трижды подтверждал звание народно-любительский коллектив. Наш театр, библиотечный театр «Грачи», он единственный в своем роде в республике. Здорово. Кстати, что-то у вас там намечается, да, в ближайшее время? Да, я хотела рассказать о том, что в этом году, к 70-летию победы в Великой Отечественной войне, мы поставили спектакль, который называется «Живая память моей семьи». Этот спектакль поставлен по книге, книге, написанной сотрудниками нашей библиотеки, среди авторов Олег Ананьев, Юрий Максименко, они члены Союза писателей Белоруссии и молодой литератор Юрий Рачинский. В этой книге 41 рассказ. Это 41 эпизод личной жизни участника войны. Здесь есть рассказы о героях нашего Гомеля, о знаменитом Серегине, о Тимофее Бородине. Есть и эпизоды из жизни простых советских граждан, которые переживали войну, находясь в тылу врага и находясь в оккупации. Да, была я на презентации этой книги. Действительно, очень потрясает, как ваши сотрудники в театрализованной такой постановке представят, ее трогают очень. Действительно, все это близко. Истории людей, которые жили на нашей земле, все это правда. И нам тоже это полезно и ценно знать, как это было. Я хочу сказать, что спектакль по этой книге на 13-м международном фестивале народных любительских театров в Новозыпкове, это было в июне этого года, занял диплом в номинации за уникальное воплощение темы Великой Отечественной войны. И в год 70-летия Победы эта награда для нас особенно ценна. Прекрасно. Вас можно только поздравить с таким успехом и пожелать еще большего успеха, творчества и сил для того, чтобы творить такие потрясающие вещи. Большое спасибо. Марина Сергеевна, скажите, конечно, сегодня век интернета. Многие читатели по каким-то причинам ленятся, может быть, посещать библиотеки, заходят в интернет и получают всю необходимую информацию. Как Вы сегодня стараетесь завлечь читателя, преподнести какие-то ему новинки, чтобы приходили люди, читали больше и получали знания от книги, а не от интернет-ресурсов? Библиотека сейчас выходит за грамки своей территории. Так называемая библиотека без стен. То есть мы идем в наши вузы, мы идем в наши средние специальные учебные заведения, мы идем в центры социальной защиты населения, идем с книгой, идем с информацией, идем с нашими мероприятиями. И таким образом в ответ они уже заинтересованы и возвращаются к нам полноценными, полноправными читателями. Вот лично для меня нет ничего более приятного, чем взять в книгу и полистать, почитать, удобно устроиться на диване. Жалко, что еще, Саша, времени маловато для этого, правда? Конечно. А, конечно, это так вообще, это, конечно, удовольствие. Конечно, Саша, отдел абонемента до сих пор у нас один из самых популярных отделов библиотеки. Ежедневно его посещает порядка 80 человек. Что читают? Что читают? Вы знаете, наверное, у каждого свои сформировавшиеся вкусы. Есть любители любовных романов, есть любители классики. Отрадно, что классику предпочитает молодежная аудитория. Это наше студенчество и люди, которые работают над собой. Это хорошо, что значит у молодых людей развивается вкус. Конечно. А это важно. Это классика и наша белорусская, и зарубежная классика, и, конечно же, российская классика, как же без Толстого и Достоевского. Да. Марина Сергеевна, я знаю, что вы очень плотно сотрудничаете с другими коллегами, не только из других библиотек, но даже из других стран. Буквально на прошлой неделе у вас была делегация коллег из России. Что дает такого рода сотрудничество? Вы знаете, прежде всего это обмен идеями. Вот как говорил Бернард Шоу, если у тебя есть яблоко и у меня есть яблоко, мы обменяемся яблоками, то у каждого из нас будет по яблоку. А если у меня есть идея и у тебя есть идея, и мы обменяемся идеями, то у каждого из нас будет две идеи. И, наверное, вот эти все профессиональные встречи и несут такой вот хороший обмен опытом, хорошую почву для развития нашей деятельности. И, конечно же, о нас, вот это очень приятно, о нас, о работе наших библиотек и областной библиотеки, и библиотек нашей области узнают в 8 регионах России. Да, и знают, и уже, наверное, знают, раз приехали именно к вам. Конечно, и это тоже очень приятно. Марина Сергеевна, расскажите, пожалуйста, о чем пишут сегодня современные авторы? Вы знаете, у каждого автора, наверное, есть своя тема, своя проблема, которая близка именно ему. И эту проблему, эту тему он излагает, исходя из своей образованности, культурного уровня, воспитанности, через призму своих морально-этических и нравственных взглядов. Поэтому диапазон тем совершенно разнообразен, так же, как и вкусы наших читателей. Да, наверное, все стороны жизни отображаются в художественных произведениях современных авторов. Марина Сергеевна, Саша, предлагаю прервать ненадолго наш разговор и предоставить слово нашему корреспонденту Вере Котляр. В рубрике «Дежурный по Гомелю» она расскажет о последних событиях нашего города. Добрый вечер, студия. На связи дежурный по Гомелю. Узнаем, что интересного происходит и чем живет наш город. Например, о том, что гомельчане первыми увидели музыкально-литературную программу Тамары Лисицкой и Игоря Полякова «Мужчина и женщина. Осенний марафон», где в Гомеле проходит выставка репродукций всемирно известных картин, а также как гомельчане встречали победителей чемпионата мира по футболу среди железнодорожников. Известные литераторы Тамара Лисицкая и Игорь Поляков встретились со своими читателями в Центральной городской библиотеке имени Герцена и представили новую литературно-музыкальную программу. Этот творческий дуэт уже давно известен жителям Гомеля. Оба – писатели и поэты. Тамара, кроме этого, является еще и известной теле- и радиоведущей, а Игорь – режиссер. Год назад они уже приезжали в Гомель с повестью Игоря Полякова «Пространство». Тогда же гомельским читателям были представлены три книги Тамары Лисицкой. Мы хотели бы еще раз вернуть людей в мир олдскульных, простецких таких ходов, как чтение книг, но при этом с использованием современно новых технологий. В этот раз авторы приехали с новой программой. Сами они ее называют выступлением в формате 5D. Творчество двух литераторов представлено как единое целое – с помощью музыки, танцев, видео, мультипликации и моноспектаклей. Год-то мы уже отъездили, да, с предыдущей программой, как-то людям было интересно, людям нравилось. То есть мы уже опробировали, в принципе, этот формат. Люди были удивлены тому, что это необычно. Каждый раз это было удивительно, да. Это было необычно для тех, кто просто привык читать. Попури из нескольких жанров вылилась в музыкально-литературную программу под названием «Мужчина и женщина. Осенний марафон». После премьеры в Гомеле эта же программа будет представлена жителям Минска. В Сочи на днях завершился чемпионат мира по футболу среди железнодорожников. Участие в нем приняла и белорусская сборная. Причем нашу страну представляли гомельские спортсмены, футболисты Гомель Жолдо Транса, клуба из первой лиги и мини-футбольной БЧ. И им есть чем гордиться. С самого начала турнира гомельские футболисты показали соперникам, на что способны. Стартовом матче одолели прошлогодних чемпионов сборную Франции. А потом в сухую были разгромлены бельгийцы, чехи, немцы. И в финале вновь встретились со сборной Франции. Этот матч получился более чем зрелищным. И французы хорошо играли, и мы хорошо играли. И, ну, вышел в финал. Ну, я рад за ребят, что все-таки 2-1 проигрывали. И в конце, как говорится, уже в три защитника пошли в обманки, сравняли счет. И вышли на дополнительное время. Ну, дополнительное время еще, правда, имели два момента хороших забить. Ну, не реализовали. Ну, бывает. Ну, по финальте зато Сливонщик вытащил. Итоговый счет финальной схватки 4-2 в пользу нашей команды. Чемпионы мира, как и полагается истинным железнодорожникам, вернулись домой на поезде. На Гомельской земле футболистов встречали овациями. Кроме, собственно, победы в их копилке еще и одно немаловажное достижение. Голкипер-гомельчанин Андрей Селивончик держал сухими ворота команды 349 игровых минут, что является абсолютным рекордом почти 70-летней истории Международного спортивного союза железнодорожников. Необычные репродукции картин всемирно известных художников представили в Музее истории города Гомеля. Все они нарисованы не красками, а вышиты нитками. Гомельским мастером Валентина Игнатенко. Из-под ее иголки вышло уже более 40 работ. Самая первая была вышита 6 лет назад. На ее создание ушло полгода. Сегодня одну картину Валентина Игнатенко вышивает в два раза быстрее. На полотнах нет банальных для вышивки натюрмортов. Вместо этого сюжеты написаны такими известными мастерами, как Иван Шишкин, Константин Савицкий и Леонардо да Винчи. Мне больше нравятся почему-то живые лица. Я люблю животных, птиц, но все равно я перехожу на лица. И я очень долго выбираю себе работу. Очень долго смотрю в нее, в душу влюбляюсь, потом в нее душу влаживаю. Еще я выбираю работы. Стараюсь выбирать сложные работы. Чем сложнее, тем интереснее. В творческой биографии Валентина уже 4 персональных выставки. Это первая в Гомеле. Экспозиция включает в себя более 30 работ. В том числе и репродукцию «Утро в сосновом бару» и «Дама с горностаем». Следите вместе с нами за самыми интересными событиями Гомеля. Ну а мы, в свою очередь, все вам расскажем и покажем. Добрый вечер, Гомель. Перед рубрикой «Дежурные по Гомелю» мы поговорили о том, какие книги сегодня читает молодежь, и о проектах Гомельской областной универсальной библиотеки. Дорогие телезрители, отныне вы будете в курсе всех литературных новинок. В эфире передачи «Добрый вечер, Гомель». О них вам будут рассказывать сотрудники областной библиотеки. Начнем, пожалуй, прямо сейчас. У нас в гостях присоединились к нам новые лица. Заведующий отделом периодических изданий Гомельской областной библиотеки Анастасия Короткевич. И ученый-секретарь Гомельской областной библиотеки Юрий Максименко. Анастасия Валерьевна, Юрий Иванович, добрый вечер. Уважаемые гости, расскажите, пожалуйста, с чем пришли сегодня к нам в студию. Мы принесли две книжные новинки, выпущенные издательским домом «Вечерний Гомель Медиа». Вот одна из них у меня в руках, «Герой Победы» называется. Эта книга выпущена в серии «Любимый Гомель». Это уже шестая книга из этой серии. Но почему мы выбрали именно эту книгу? Потому что она связана с нашим любимым городом. Мы часто ходим по улицах, видим названия их. Когда мы берем, подписываем конверты, те, кто еще пишет письма, видим тоже там изображения героев. Мы не всегда знаем, чьи имена носят улицы нашего города. Эта книга собрала под одной обложкой очерки о героях Советского Союза и полных кавалерах Ордена Славы. Самый молодой из героев вот этой книги, Тимофей Бородин, ему даже не исполнилось 25 лет, когда он погиб. Он закончил Московский полиграфический институт, перед войной работал на нашей фабрике «Полиспечати». Когда пришли немцы, то он вместе с своими товарищами работал в ночные смены, печатал листовки, удостоверения, которые потом помогали устраивать побеги с концлагерей военнопленным. И когда его и его товарищи арестовали, пытали, уговаривали, если они выдадут своих товарищей, то их простят. Они все равно не выдали своих товарищей. И буквально за час до смерти кровью своей Тимофей Бородин написал письмо своим родным. Ему оставалось два месяца до дня рождения. Вот два месяца до дня рождения он не дожил. Вот самым молодым из наших героев, гомельчан, шагнул в вечность. И мы хотели бы от всех гомельчан, и гомельскому горесполкому, и издательскому дому «Вечерний Гомель Медиа» высказать сердечные слова благодарности за эту замечательную книгу, книгу памяти. Да, книга действительно замечательная. Вечная память нашим героям. И она будет полезна для людей абсолютно любого возраста. И мы хотим пригласить наших дорогих гомельчан, наших читателей на презентацию этой книги в нашу библиотеку. Мы ее приурочим к дню освобождения города Гомеля, 26 ноября. Да, памятная дата. Анастасия Валерьевна, а вы что в руках держите за издание? Вы знаете, у меня более оптимистичное издание, которое издано этим же издательством «Вечерний Гомель Медиа». Книга эта замечательно иллюстрированная, очень красиво оформлена и называется «Там, где сердце города – центральный». И посвящена юбилею центрального района, как вы уже догадались. Вы знаете, листая эту книгу, невольно окунаешься в историю нашего города. Потому что центральный район – это сердце города. И мы, проходя ежедневно по его улицам, возможно, кто-то здесь живет, кто-то здесь родился. Наверное, как вот сказал Юрий Иванович, проходя по улицам, не задумываемся о их истории. А вот эта книга нам позволит окунуться в историю нашего города. На страницах этого альбома содержатся уникальные архивные фотоснимки, которые позволят каждому, кто прочтет эту книгу, побывать, совершить экскурс и побывать в далеком прошлом нашего города. И будущем. Необходимо сказать и о будущем. В этой книге представлены также уникальные, интересные проекты будущих застроек нашего города. Это всегда интересно. Да, и мы можем посмотреть, каким город наш собирается стать в перспективе. Поэтому мы приглашаем каждого нашего зрителя в нашу библиотеку. Эти замечательные книги и тысячи других вы можете найти на полках нашей библиотеки. Откройте книгу, войдите в мир новых впечатлений. Дорогие телезрители, отныне вы будете в курсе всех новинок. Юрий Иванович и Анастасия Валерьевна будут вашими гидами в мире современной литературы. Вы знаете, как говорят, человек читающий проживает тысячу жизней, а человек, который не читает, всего лишь одну. Поэтому давайте будем проживать как можно больше жизней. Сегодня также мы хотим вас познакомить с литературным календарем на октябрь. Совсем недавно мы отметили 120-летие со дня рождения замечательного русского поэта Сергея Есенина. Необходимо сказать, что Сергей Александрович был личностью очень неординарной, способной на экстравагантные поступки. И один из таких произошел с ним буквально в начале его литературной карьеры, в 1918 году. В Москве была основана артель художественного слова, в которую входил Есенин. И время дефицита, строжайшего дефицита. Бумаги не было, книги не издавались. А так молодым поэтам и писателям хотелось заявить о себе, что Есенин, недолго думая, нарядился в крестьянскую рясу, причесался на крестьянский манер и отправился в Моссовет. И там, сняв шапку, кланясь и окая, попросил Божьей милостью выделить деньги на издание книг крестьянских поэтов. Но это дело святое, поэтому деньги были выделены тут же. И первой книгой, которая издалась этой артелью, была книга Есенина «Радуница». В октябре исполнилось 135 лет со дня рождения известного поэта, писателя, переводчика Саши Черного. В его библиографии более 40 книг и сборников. Александр Михайлович умер вдалеке от родины, в эмиграции во Франции. Умер он от сердечного приступа в 52 года. Это был человек очень милосердный, отзывчивый. И он помогал тушить пожар, такой опасный своему соседу. Вот от этого пожара он получил удар и умер. И по завещанию автора на его могиле, на его памятнике были высечены строки из Александра Сергеевича Пушкина. «Жил на свете рыцарь бедный». А 22 октября мировая литературная общественность отмечает юбилей Ивана Бунина. 145 лет со дня рождения знаменитого русского писателя, который первым среди русских получил Нобелевскую премию в области литературы. Все мы знаем его по таким замечательным произведениям, как «Митина любовь», «Антоновские яблоки», «Солнечный удар» и многие другие. Спасибо вам, дорогие наши гости, за такие интересные рассказы. Какие премьеры, какие новинки ожидают гомельчан? Как раз сегодня во время нашего эфира идет спектакль в нашей библиотеке «Планета Фаина Раневская». Он написан Олегом Ананьевым и поставлен Сергеем Позняком. А в будущем году мы планируем две премьеры, два спектакля. Один из них будет посвящен нашей Ирине Ивановне Паскевич, а второй будет посвящен 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Хотим напомнить, что у нас в гостях были директоры Гомельской областной библиотеки Марина Рафеева, заведующая отделом периодических изданий Гомельской областной библиотеки Анастасия Короткевич и ученый-секретарь этой же библиотеки Юрий Максименко. В следующий раз увидимся в понедельник. Ну а пока до свидания. До свидания. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Редактор субтитров А.Семкин